Сегодня у нас 5 июля 2017 года. Вот приехал наш брат Сергей. Мы тут, брат, тебе площадку готовим для заезда. Мир вам. С миром принимаем. Вам мир. С миром. Добрый день. Заходите, Игнать, Добрый день. Привет. Слава Христу. Ну что, готовим. Ты сам смотри как. Это вот такая вот была вся. Грепье и в этом шатюровом. Машину-то где? Там, на улице тогда поставили? Почему? Дверь откроем, прям под окно поставишь. Зачем на улице? Косить надо. Ну сейчас косить. Володя с косой. Володя, я сейчас пройду, сейчас с корнем выдержу. Тащи, Сережа, посмотри внимательно, что сделать. Еще зайди. Собак, чтобы запустить, поезжайте пообедать. У нас порядок такой, что кто приезжает, в этот день может лежать спать сразу. Или не ложиться. Ну а завтрашний день уже расписание общее. Ну, может быть, ночью не спали. Ну, вы вроде бы в Барновой были. Нет, я был, но хорошо. Ночью ночью. Все, сейчас пообедайте, я вас сразу на работу отправлю. Хорошо. Работать. А вот вы без работы за стол не посадят. Хорошо, смотри. Рукавишки надо попросить там и куда пойти работать. Вон, веди. Тут моя бальгонка. Тут работа до упаду. Видишь антенна? Параболическая, круглая? Да, наверху. Это Виктор Николаевич Савченко. Он строит сарай. Ему нужны работники. Он один. Туда пойдет Никита, потом я еще пошлю вас, Сергея и человек пять, чтобы быстро ему закончить. Вот он купил дом, а там сарай весь день упал. Сейчас с Сергеем, он машину то ли поставит, то ли... Да лучше бы съездили. Потом остальное мы все договоримся, увидите. Да, хорошо. Сегодня у меня там один готовился ко крещению. Самый последний момент. Я, наверное, не могу приехать там это... Все восстали, родственники. Я, наверное, не готовы. Если родственники восстали, а кого нам слушать более? Бога из человека. А этот человек не достоин креститься. Если даже первый шаг не сделал, не запретили, мы вам накрепко. Он говорит, а кого больше слушать? Бога из человека. Он туркмен, мастерманин. Но есть сильное сопротивление. Она дает следующий год. Я говорю, нет. Не хвальтись завтрашним днем. 19-1, крича Соломона. Ты не знаешь, что... Что там за фляга стоит? На следующий год не потеряете и еще не будет. И все, закончилось. Так, Сережа, я считаю... Что там за фляга стоит? А? Фляга откуда она там? Не знаю. Посмотри, выкиню оттуда. На улицу. Вытащи ее. Вытащи ее. Обязательно. И собак оставьте. Поезжайте пообедать ей. И потом на брата сюда. А мы пока кое-что поубираем. Вот недавно все перебрали. Опять растительная вода. Растительная вода. Я не думаю, что в раю так было. Я малечко встану в тенечек. Чуть-чуть. Можете встать. Без головной убора не выходите из дома. Где головной убор? Нету. Как же так? А? Да. Без головного убора. У нас даже выходить нельзя. Там найдут какую-то фуражку. У нас кепки есть. Надо зашить это. Надпись и все. Надпись заши только ЛДПР. А что связано? А то, что Жириновский распространяет, она ей на всех ЛДПР прислали. Нет. А что без головного убора? Нельзя. Комары? Нельзя. Не положено. Жарко. По голове стукнули. Тебя долой нет. Такая жара бывает в 30 с лишним градусов. Ну у нас 40. Я привык. Ну хорошо. Елисей как говорит. Вышел ребенок к отцу. И голова моя, голова моя. К вечеру умер. Солнце говорит. Пало на голову его. Один тромб. Один только единственный тромб. И все. Человека нет. Зачем? Я одному говорил. А зачем? Я говорю. Ты не спрашивай зачем, а имей. Мне монашка. 93 года. Мы за ней ухаживали. Я как-то приехал в Торопях. Она говорит. А где у тебя головной убор? Я говорю. Нет. И не взял. И его не ходил. Для меня это как заповедь. 30 лет назад было. Все. Больше без головного убора никто не видел. Почему он должен долбить каждому? Не положено. А почему в армии должен быть? Почему в Скуфейке должен быть монах? Почему закрещенный имеет право выходить в лагерь? 10 лет отбывает. 10 лет у него порошка. Он не имеет права ее снимать только когда начальник идет. Люди, которые знают порядок, а не могут что-то делать. Вот сюда. К стеночке. К дому поставьте. Никогда напротив окна не вставьте. Капеца. Беда какая выпукнить в окно, а ваш родственник. Вы должны это все предусмотреть. Да. Ну поставь прямо его, как следует. Что, вдвоем не можете поставить? Ну колесо-то разверни, да? Руль как следует. Ну. Что ж это то? Его поставьте вот за домик. Он сейчас с глаз долой. Потом поставят. Потом сам поставишь. Видишь какие немощные. Так, идите там все убирайте. Я сейчас буду здесь убирать. Вот так. Вопросы даже не должно быть. Я ему сказал. Приехали в Одессу. Почему без головного убора? Подчинись. Он подчинился. Мы пошли. Дорогой пошел мокрый снег и ударил мороз. Он говорит, а что бы если без головного убора был? А сам такой хилый. Ну вот непослушание. Я говорю, ты никогда никому как стемняется уже. Да идем, не открывай. А что? Боять тебя должен. Я сказал, не открывай. А он открыл. И тот, кому он открыл, он с ним спорил. Он первым ударом затащил электрод и сразу ударил прямо в сердце ему. Пирочином ножиком отрезал ему голову иеромонаху этому. Зашел в алтарь и бросил на престол. Дура. Яковлев Григорьев иеромонах. Или Яковлев, хотя и Гена. Дерутся. Да, да, да. Опять дерутся. Дерутся. Они уже все. Они уже все. Они в наморниках. Вот такое дело. Сейчас поедут. Иди, Сережа, быстренько туда. Успеешь смотреть все. С той стороны, пока придешь. Это тоже боевой пес, да? Ураган. Ну. О, верный. Красавцы. Как его звать-то? Ну, назвал я его еще. Рич. Рич. Твой? Да. А что Запорожье? Ридезийский Ричбек. Африканская легава. Да. Для охоты на львов. Вот он пришел. Я за ним ухаживал, когда ты ездил на север-то, а? Вот за этим. Вон ухаживал. Я за этим ухаживал. А в этот я съездил. И меня взял этот. Ураган. Да где ты был, а? Ураган. Ну. Давай, Сережа, заводи и поезжайте обедать. Откройте палитку быстро. Они его не задушат там? Ты его, может, отдельно привяжи пока на улице. Да. Ураган очень вредный. Они его... Ну, он кидается. Он маленький собачка. Они вдоль им кинулись. Отпрязаны. И сразу ногу им отломили. Мы ехали сейчас. Ураган все время рычал. У него такой характер. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут надо чем-то потать. Я сейчас их тут приставлю. О, какие-то урепилки. Вот эту? Закрой и снимай. Егор, помогай. Закрывай мартушку. Дядя Серёша, а как третью собаку зовут? Рич. Значит, верный, ураган и рич. Рич. Это верный. Рич. Приезжают, видят все эти корреспонденты, власти. Видите, как даже не хочешь, и Бог так сделает, что будет так, как тебе не обмозговать. Что он когда был? А когда батюшки нет, мы здесь собирались, молились, вся церковь. Думали, он во сне страшно не видал в этом леса. Раева нигде нету, нету. Поганый ушёл, беспокаянный. Всё. И в жизни всегда так бывает. Человек, говорит, суетится и не знает, кому-то достанется. А кто-то я знаю, кому. Я молюсь, чтобы были добрые люди. Моё ещё не ломали. Я не люблю переделывать. У меня всё на этаже, чтобы уплотнённое было пространство. Двенадцать квадратных метров, одиннадцать человек. На двенадцать. Вместе с кухней, совсем. Ну, это мало. А? Ну, это так временно. Ну, временно, конечно. Приезжают люди. На ночь, на день. Да, я какого вокзала живу, и на полу ни одного нету. У меня всё пространство разбито на пласткарты. И мне нравится это, чтобы ничего не тратить и всё же время выполнить миссию, которую Бог поручил. Принять, навестить. Для нас, конечно, это задача. Её надо выполнить. Так, я начинаю дальше работать, а вы стоите здесь, смотрите. Там дадут вам рукавички, не забудьте попросить. Где? Куда пойдёте? Там, где будем кушать? Пойдёте завтракать. Ну, тогда, когда к Виктору приедете, чтобы там нигде не лезть лишнее. Нет. На гвоздь наступить. Хорошо. Подавать, где-то прибивать, доски там тесать. Топор-то держал в руках. Ну, так, слегка. Ну, я сейчас начну здесь корчевать, чтобы машину мог закрыть. А больше нет лопат? Есть одна. Видишь? Лопата моя. Вон там. Вон там. Нестор, покажи, где лопата стоит. Вон там, возле кучи. Вытаскивай её, вытаскивай. Как звать-то? Володя. Володя тоже, да? Тёска. Откуда приехал-то? Ну, я сам с Украины. А сейчас работаю в Италии. А, в Италии работаешь. Временно, да? А потом обратно к тебе. Ну, я в Италии работаю. Может, там живём, может, у меня семья там. А-а-а. Всё понял. Ладно. Несколько лет уже. Сколько тебе лет? Мне 37. 37, да? 36. 36. Ну, ты 70 какого? 81. 81? Да. На 3 года мне помладше. А-а-а. Я 78. Ну, пойдём туда. Вот, посмотри сперва, как он делает. Не надо, не надо ничего делать. Не надо? Не надо сейчас посмотреть. Только смотрите. Обкапывать надо. Он может скачить, но она уже 6 неделью вырастет. Но когда я с корни моё вытаскиваю, она за всё лето ни разу не вырастет. А это же полынь? Это крапива жгучая. Капива? Познакомишься с ней. Она жгёт очень сильно. Да я сегодня, мы останавливались. Всё обожгло меня. Ребята, привет, которые помогают. Диане. У неё есть название жгучая. Подходящая. Посмотри, как я её обкапываю. Мариночка. Надвигай, а потом рукавичками. Красиво жгучая. Очень жгучая. Балдари. Пол метра. Пока Серёжа ездит, мы постараемся выкопать. Вот она, я сейчас посмотрю, как она. Геннадий Пихович, а где воды колодец тут? В Малютиных ближайший стоит? В Малютиных, в Малютиных, да. В воды, да. Там просто розетку включаешь и всё. Ты поезжай пообедай. Куда налить воды? Вот вёдра. Ну, не знаю, туда. Тогда беги. Иди садись с ним. Узнаешь, кто есть. Вот здесь, выйди на улицу и там... Два лучших колодца, у меня и здесь. Здесь, наверное, выйдем. А почему? Открыто? Открыто, пройди через Романа. Через Романа, ну, пойдем. Ему приятно будет. А там что-то с машины возится. Блоком идёт. Смотри, кто-то. Что, продвигается на тебя? А, вон, обойди с той стороны. Ремонт продвигается. У него тут всё. У него и насосы тащат всё ему. Моё тоже надо. Поднимайся это. У нас прибежит. У меня отпало. У меня отпало. У тебя отпало. У меня здесь такая труба была. А вот у вас. Подножник. И она отпала. Ну, видно, снизу вот. Всё, помогать ехать. А ты куда, Сергей? Не, не. С этой стороны-то. Вот с этой обойди. Машину обходи. Да. Владимир, а ты давно нас узнал-то? Уже так год. Год уже, да? Там открытый саман, нам там останавливают. Да? Я открыл его уже. Ну, я не знаю, как, Игнатьев, ты-то точно, наверное, скажешь, там, может, к собаке. А может, туда, к Никите, если у него там место есть. Если у Никиты нету, я думаю, что Игнатьевич вам тут разрешит вдвоём. Роман тут тополи ронял и на баню вронил. Шифер? Ну да, шифер, шифер побил. Ну, ветер, ветер был сильный. Качнула я, полетела. Вот мы буквально недели-полторы назад убирали всю траву здесь. Было чисто? Да. Всё вычищали. Ну, мы скашивали, в основном. Игнатьевич, опять растёт. Опять растёт. Вон, крапиву это, крапиву он корчевал, и вот она опять пошла. А это что дома? Это тоже для приезжих. Для гостей? Угу. Тут жила Татьяна Новикова, она сейчас заболела. Наши члены общины. И вот пришлось ей продать. Потому что, говорит, не могу справиться. Тут же трудиться надо физически. Вот тоже, ишь, обломилась. А что был ветер? Ветер, да. Да, да. Ну, это было в субботу, а это ещё до субботы. То есть, недели за три уже как прошло. Ну, такие ветра, да? Ну, да. А тополь, он слабое дерево-то. Угу. Там не только вот ураган вот прошёлся в субботу. Шифер поотлетал, там у Никиты три шиферины вылетело. Пришлось забивать там. У других тоже. А мы вот сейчас вот ехали и проехать там не могли. Ветки выбирали и нападали. Ну, вот и говорю. И это. Даже берёзу одну сломала и клён сломала. Толстый. Такой синий был. Ну, слава богу, возле дома нигде ничего не порушилось. Ни одно дерево. Вот эти тополя вот хотят валить. Потому что они очень опасные. Он если начнёт падать, он дом сразу раздавит. Вот это вот. Или провода оборвёт все. Да. Ну, то есть, будут думать, как что делать. Хлеба купили, 20 булот. Ого. Спасибо, Христос, брат. Больше ничего. Ничего ей не надо, а что на ночь? Огурчиков я что-то привёз. Угу. У нас продают по 10 рублей. Вообще даром. Килограмм шесть? Угу. Нормально. Ну, у нас тоже начали уже расти. Правда, маленькие ещё. Нет. Они если начнут плодоносить, только успеваю есть их. Вадимир, у тебя этот пояс есть? Есть пояс? Есть, да? Есть ещё другой такой обычный. Ну, чтоб обычный всегда у тебя сверху был. Ага. Здесь так принято. Ага. Здесь так принято в рюкзаке. Угу. Так принято, да? По уставу. Да, да. По уставу. Это все в поясах должны. Тут все, кто корреспонденты, все в пояс сразу одевают. Угу. Что там у вас? На ремонт принесли что-то? Да, грабли принесли. Нашли грабли, Игнать Тихоныч сказал, попросили для Романа переварить ручку. Все железное. Все мощное. Как кулуны нам, Игнать Тихоныч, я помню, с братом Андреем с Урала приехали. Мы оба любители поколоть дрова, и он нам кулуну там потом тебе покажем. Здоровые такие кулуны с ручками железными, трубными. Как намахались, на утро стоим, у одного пресса были другого, кисти были. Ну что, зато не надо поищи менять. Ручки железные. Да, из трубы сделаны. Он позовет, когда сделает. А? Он позовет, когда сделает. Сделает? Да. Так, тащите. Видишь, как все хорошо у нас? Нет, ты охапка немножко берешь. Сережа? Порвется. Езжайте, по милости Божьей. И сейчас. Сейчас он напоит там. А потом придете. Вот у нас тут еще одна часть ребятишек работают здесь на огороде. Собирают джеков. Они плодятся быстро. Каждый день приходится приходить и собирать их здесь. Не, Лиза, ты неправильно делаешь. Вот так вот ты подставила. Только ведро немножко вот так вот придержи. И вот так вот раз ты их туда. И все. И следующий кус бери. Так вот. Да, прямо туда стряхивай. Наклоняй и стряхивай. Да, вот так вот. Чуть порезче ударяй и все. Коля, ты опять сидишь на земле. Тебе, видимо, работы нету. Поприще тут. Знаешь, сколько можно потеть и потеть? Ну, он просто не хочет обедать. Вот и все. Вы за ним это наблюдайте, чтобы он не сидел. А он не слушает меня. Ты почему не слушаешь старше? Ну, что? Как что? Ничего себе, что? Я слушаю. Где ты слушаешь? Сидишь? Главное, ничего не делаешь. Ты вот так вот наклоняй. Давай я тебе покажу. Вот так вот наклоняй. Держи. И ударяй. Вот так вот. Раз, раз. Все. И следующий куст бери. Собрал тут эти, которые есть еще. И дальше пошел. Вот у тебя дальше кусты собирай. Это все просто делается. Егор, ты их не собирай. Ты просто ведро подставляй вот так вот. Вот так ведро ставь наземную. И ветку наклоняй. Ну, не ломай. Ты зачем так резко-то? Раз, ветку сломай. Ты держи, а вторую руку ударяй. Ты просто поставь его. И над ведром вот так вот. Поприще ударяй. Вот так вот. Раз, раз, раз. И все. Вот это ты уже сломал. Аккуратно наклоняй. Вот так вот. Ведро подставляй близко. Вот сюда, в междуряде ставь его. Наклоняй кустик вот так вот. И вторую руку ударяй. Вот так. Во-во. Все. Следующую ветку бери. Та же бери. Наклоняй ее. Где жуки именно есть. Раз. Поубивал. Этих. Этих. Которые икринки. Собирайте. Туда бросайте. Или раздавливаем на месте прямо. Все. И дальше. Тут можно быстро работать. Как у тебя просил урожа. Они только что вылупились. Похоже. И очень много очень маленьких. Там в конце очень много. Мы тут в начале то всегда начинаем. Тут уже меньше становится. А в конце их много. Коля. Коля. Ты уже сидишь. Играешь. Все. Встань с колен. Земля-то прохладная. Ну я имею ввиду не прохладная. А влажная. Все. Вот мама будет стирать потом. Заставим тебя. Ты будешь сам стирать. Я не могу. Потому что ты можешь, а мама стирает. Стоит. Вот работничек у нас. Слава богу. Вот так. Счастые женщины. Все, беда. А встали со сп animus. Все. Сажаются людьми все тут. Переходи родственники. Они положили начало. Бояться не надо. Никакого труда. Вот он его, вот этот вот, он же его косил Вот он опять, видно, что кошенный А вот теперь я его выкошу, до осени ничего не... Вот он корень, смотри, вон такой Теперь, пока ездите обедать, я должен вот этот участок пробрать Городской человек, как Лев Толстой говорит Хочешь развратиться, поезжай в город Не научиться, а развратиться Они не знают, что такое нормальная жизнь И вы знаете, друзья, что люди, стремящиеся к нравственности, ошибаются Но все, абсолютно все, которые вели нравственное начало, религии создавали, все жители сверстки Хрисов, вот их сельское место, маленький бережничный надорец Где Магомед был, где Будда Я не о правильности говорю, а так, принято Это люди, которые не знали пути Но они искали лучшее, они не создают и делали Они заблудились, ища лучшего Ну а враги старались Вот смотри, растет крапива Вот она росла А теперь она не растет Это есть такой фильм, ликвидация Вот он пробрался один, команду А он встал А я не согласен, а ну ко мне Он подошел, он сразу ему выстрел Ну вот, говорит, я стою Он сразу выстрел, говорит, а теперь лежишь Так, еще кто хочет, все Ну и все, это легко доказать Что все, Сергей, да? Это заповедь, самое первое в раю В поте лица Не спина, спина у меня там течет, промокло Лицо должно быть потное, ежедневно, притом не один раз Ну один раз, это я вот так вспотел И до самого, с умера И каждый день Недавно 78 справил Я даю таблетки И мне радостно жить Я каждый день радуюсь Новости какие-то, люди едут в интернете С Богом Нам здесь, нам здесь оставаться-то? Тебе здесь оставаться, а ему нет Он останется там Так что вещи его все там скинь Мы его там определим Он должен быть рядом У Никиты домик, да? Обедать там будете И ты там обедать будешь Завтракать Пока отвезли Вот там вещи скиньте и пообедайте Скажите, нас накормить велено За вами там поухаживают наши сестры Посмотрите, какая любовь у христиан Субтитры сделал DimaTorzok Кому еще дам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok